к барыги поехали здравствуйте друзья сегодня мы продолжаем наш сериал после длительного перерыва правда но ничего не поделаешь тут уж как никак по-другому и сегодня у нас необычная съемка у нас сегодня есть спонсор у нас есть спонсор съемки это компания airline которая предоставила нам вот этот шикарный инструмент целый чемодан компания airline.su производит различные инструменты и не только вот сегодня мы опробуем их продукцию вот надеюсь она не нас не подведет по заверениям производителей она очень хороша airline.su ссылка в описании к ролику итак напомню наш сериал называется контрактник против капиталки или контракт versus капиталка и крайний раз мы занимались тем что разбирали дефектовали мотор l3 однако произошел небольшой нюанс на этот мотор появился покупатель и нам не удалось это все красиво отснять и пришлось его очень быстро укомплектовать собрать и поставить на автомобиль и машина уже уехала и как бы мотора этого больше нет в связи с чем было принято решение приобрести совершенно замечательный мотор l3 в прекрасном состоянии за 2000 рублей вот такой вот у нас инвестпроект и с этим двигателем мы будем продолжать в этой серии мы будем заниматься хонингованием причем мы будем не просто хонинговать а мы будем хонинговать объяснять как это все делается а еще специальный бонус для всех поклонников дяди сережи и многих других умельцев из колхозов мы будем хонинговать в зеркало смотрим дальше будет интересно итак приобрели мы шикарный мотор l3 дабы продолжить наш проект он чуть-чуть отличается это не суть важно это первого поколения l3 у него нет фазорегуляторов и что характерно нам многие задавали вопрос что есть газовое оборудование и чем оно хорошо чем плохо я не буду говорить чем она хорошо чем плохо я просто скажу что этот мотор ездил на газу это факт вот и принципе достаточно часто эта история для моторов ездящих на газовом оборудовании ранних поколений на газовом оборудовании последних поколений идет дополнительная подача масла, которое одновременно охлаждает смесь и охлаждает клапана и смазывает стенки цилиндров, потому что сам газ, то есть смесь топливо-воздушная слишком сухая. В отличие от топлива-воздушной смеси, когда у вас жидкое топливо подается, которое все-таки каким-то образом минимально смазывает стенки цилиндра и охлаждает клапаны, вот здесь этого не происходило. Здесь стояло топливное оборудование достаточно старого поколения, клапана работали выпускные все время в режиме избыточной температуры, связано это с тем, что октановое число газа выше, чем октановое число бензиновых топлив любых, соответственно, для корректной работы на газе необходимо уменьшать, то есть фрезеровать голову, дабы увеличить степень сжатия для работы на более высоком октановом числе, потому что если у вас октановое число слишком высокое, то часть смеси догорает в выпуске, то есть непосредственно на выпускных клапанах, потому что она просто не успевает догореть в момент воспламенения смеси и такта рабочего хода. Вот классический вариант, то, чего происходит на газовом оборудовании ранних поколений. На газовом оборудовании последних поколений, в принципе, реже происходит эта вещь, но тем не менее все равно происходит, потому что мало кто заморачивается тем, чтобы увеличить степень сжатия. Если грамотно подготовить мотор к работе на газе, если мотор исходно сделан с завода для работы на газе, и вы используете только газ высочайшего качества, который поставляется в импортных странах, потому что тот газ, который продается у нас очень низкого качества, тогда мотор будет работать действительно весь свой ресурс, который заложен производителем. В частности, у корейцев многие машины и многие моторы, кстати, которые из Кореи приходят сюда, контрактные. Наведись, пожалуйста, на клапан. Вот на эти клапаны наведись, и вот на этот. Многие корейские машины и, соответственно, многие моторы, которые приходят сюда из Кореи, имеют только газовое оборудование. То есть у них стоит газовый баллон вместо топливного бака. Вот. И, соответственно, они исходно с завода, имеют увеличенную степень сжатия. Многие продают эти моторы здесь, под переделку на бензин. Это не совсем корректно, потому что у этих моторов всегда будет детонация. Их легко отличить. Они в своем названии имеют индекс L, то есть ликвид газ. То есть если у них мотор по жизни называется, скажем, Г4ЕH или Г4Е что-нибудь, или какой там? Г4, Г4, какой я помню? Г4КЕ, например, мотор. Вот есть такой мотор Г4КЕ, Г4КА, Г4КЦ. Вот если он будет называться L4, вот Г-газолин, бензин, Д-дизель. У корейцев все просто. То есть первая буква обозначает индекс, когда топливо заливается в бак. Если он будет L, ликвид газ, жидкий сжиженный газ, соответственно, это будет на газовое топливо рассчитанный двигатель. Очень часто они сюда приходят, их очень много продают, они стоят дешевле. У этих моторов увеличена степень сжатия. Они исходно заточены под работу на газу. Они работают весь свой номинальный ресурс на нормальном качественном газу. Если вы переделываете бензиновый мотор на газ, не фрезеруя голову, вы неизбежно увеличиваете температуру на выпускных клапанах. И имеете вот такую вот проблему. В принципе, кратко все, что я хотел сказать о газовом оборудовании. Хотите сделать хорошо, фрезеруйте голову, и у вас будет все замечательно. Огромная выработка по цилиндрам на сравнительно небольшом пробеге, опять же, связана в основном с работой в условиях отсутствия, точнее, пониженной смазки. Газовое оборудование первого поколения не подавало капельное масло. Соответственно, у нас сухая топливная смесь, которая не давала возможность полноценно работать кольцам по маслу. То есть, выработка, опять же, увеличивается. То есть, газовое оборудование первых поколений было не сильно эффективным оружием в борьбе за рубль потребителя. В силу того, что то, что вы экономили на топливе, по итогу вы платили за замену или ремонт двигателя. Газовое оборудование последних поколений, этих недостатков лишено. У них стоит, соответственно, такие специальные форсуночки, которые подают такую взвесь. Я не буду сейчас вдаваться в подробности. Я дико извиняюсь перед теми людьми, которые сейчас будут писать в комментариях о том, что мы занимаемся установкой газа, ничего такого нету, он работает по 100-500 лет и вообще газ это прекрасно. Ребята, я за вас рад, но вот есть факты, они упрямые. Таких моторов приезжает очень большое количество. Может быть, этот газ ставили не у вас, может быть, этот газ поставили какие-то криворукие люди, которые делать этого не умеют, но по факту происходит именно так. Ставится газ и происходит вот такая вещь. Прогорают клапана практически всегда увеличенный износ цилиндропоршневой группы из-за сухого трения. Это 2. Ну и, соответственно, у нас огромная температура на выпуске. Это 3. То есть все вот это, вот все эти факторы, они ускоряют смерть мотора. Соответственно, экономия на газу, она получается мнимая. Так же, экономия на дизеле. Да, вот я почему свою машину так сильно мучаю? Да, ну как бы, потому что у меня есть возможность ее чинить. Но вообще-то как бы все не очень хорошо, потому что все то, что я сэкономил на топливе, все те прелести расходов 13 литров на 100 километров, они меркнут по сравнению с расходами на ремонт. Самыми надежными, по факту, являются простые атмосферные бензиновые моторы. Несмотря на их расход, чем они больше по объему, тем они надежнее. То есть на круг вы экономите на реально большом V8, потому что вы его не ремонтируете. А когда вы покупаете какой-нибудь 1.4 турбо, который ездит там 70 тысяч, потом ломается, и вы его делаете за еще 100 тысяч, вся ваша экономия вылетает в трубу. Все то же самое происходит на газу, и все то же самое происходит с дизелями. Современными дизелями, дорогими дизелями, чья экономия рассчитана только на первого покупателя, первого потребителя, который ездит с гарантией. Когда у вас гарантии нет, вы налетаете на денежку. Продолжаем. Я хочу засветить эту. Засвечивает? Да. Вот это бонус. Как ты там говорил? Как художник-практолога? Отличная вещь. Можно залезть во всякие места. Очень практичная штука. Так. Ну что, сейчас затестим инструментик, посмотрим, не развалится ли. Очень буду надеяться. Итак, поскольку у нас параллельный тест инструмента, он, безусловно, не является основным в данном видео. И сейчас мы быстренько раскидаем ошметки этого блока и понесем его на станок. Вот такой у нас тут наборчик. Слушайте, а прикольный наборчик, в принципе. Очень даже. И все есть. Сейчас попробуем с его помощью раскидать этот блочок и сделать это очень стремительно. Вот, кстати, не знаю, наверное, это действительно как профессиональный инструмент позиционируется, потому что хромванадиум, вроде, интересненько. Глянем. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Потому что есть такое понятие, как видеомонтаж И они не всегда туда попадают Иногда попадают, иногда нет Мы собираем моторы строго в соответствии с регламентом завода-изготовителя Все моменты, все обтяжки, все углы То есть сначала мотор тянется на определенный момент При помощи динамо-ключа Потом делается дотяжка Почти все современные моторы обтягиваются в несколько этапов Затяжка на определенный момент Затяжка до ворот на градус 90 плюс 90 Или 45 плюс 45 Или 180 плюс 90 Всегда по-разному Просто если вы этого не видели в кадре То зачем писать такие вещи Если вы просто пропустили мимо взгляда Что были эти динамо-ключи Пожалуйста, не надо так делать Как бы суть видео не в этом Вам показывают сборку за 15 минут мотора Который собирался двое суток Ну, как бы, я не уверен, что вы 20 часов будете сидеть И свтыкать в видео, где человек просто крутит гайки Это неинтересно Мы режем, делаем, чтобы было интересно, антуражно и красиво Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok У меня за 2000 рублей Есть офигенное колено, которое стоит 25 Это великолепно Это супер вложение У меня теперь два колена по 25 тысяч Оба купленные за 2000 рублей Бизнес Надеюсь, это была не трещотка Может, я кручу еще не трещотка, а? Че это? Ну, блять, как-то для этого вороток сделал Да? Нормально все будет? Нормально Нормально Хорошо проверить У нас же обзор инструмента Обзор Вот сейчас обозрим Так, у нас есть шикарный блок баланс валов Вообще, очень неплохой блок L3 И шикарный коленвал Я думаю, есть смысл воткнуть сюда голову Собрать это все обратно И продать кому-нибудь Итак, друзья У нас было несколько вопросов Относительно того Что такое баланс валы И как они работают Зачем они нужны И так далее Вот, и что будет, если их убрать На моторах серии L3, LF и так далее Баланс валы встречаются не на всех моторах Но на некоторых Сейчас мы покажем, как устроен блок баланс валов изнутри Итак, балансирные валы представляют собой Два эксцентриковых вала Которые крутятся друг навстречу другу Извините, вращаются Сейчас опять у нас набегут критиканы Скажут, что я технически безграмотный Абсолютно бестолковый тип Ну, в общем, они, конечно, правы Они всегда правы Кто бы что ни говорил Всегда будет прав В своем собственном мнении Сейчас я его отсоединю Этот блок баланс валов от коленчатого вала И мы их в разборе покрутим Итак, друзья Значит, баланс валы у нас Имеют соединение с коленчатым валом двигателя Посредством зубчатой передачи А если быть точнее Косозубые передачи Косозубые передачи сделаны, как известно Для снижения шумности То есть Если бы у нас была прямая передача То мотор бы работал намного громче Примерно как работает мост И коробка передач В отечественных автомобилях Ранних годов выпуска На чем работаем на УАЗе, да? Мост прямозубый По-моему, на УАЗе Я могу ошибаться Я в отечественных автомобилях Категорически не силен Вот И прямозубую передачу имеют Если я правильно помню Мосты УАЗа Так вот Здесь исполнена косозубая передача Стоит, соответственно Крепление К блоку двигателя И при помощи вот этой шестерни Вот она С другой стороны Балансирные валы Соединяются с коленчатым валом двигателя Коленчатый вал передает вращение На балансирные валы И они совершают Вращение Вот эти противовесы эксцентриковых валов Препятствуют возникновению Гармонических вибраций двигателя при его работе Чем плохи эти баланс валы Конкретно в этом семействе двигателей Соединение Масляного канала Который подает масло на Шейки Балансирных валов По какой-то неведомой для меня причине А скорее всего это все связано С некими перегревами Приходит в Собственно Негодность Начинает пропускать давление Из-за того, что он начинает пропускать давление Происходит неприятность Следующего характера Падает давление в двигателе в целом И оно перестает доходить до Коленчатого вала Кстати, на балансирных валах Тоже стоят вкладыши Маленькие такие, но полноценные вкладыши Итак Закрываем Наживляем Чтобы это все не развалилось Потому что, наверное, кому-нибудь Этот блок баланс валов может понадобиться Потому что он абсолютно исправен Если балансирные валы С двигателя демонтировать Двигатель работу свою продолжит Особенно если не забыть При этом Закрыть масляный канал Вот Закрывают его при помощи Заглушки Делают резьбу Заворачивают туда болтик К чему это может привести В принципе, спортсмены Всегда убирают балансирные валы Потому что их гармонические вибрации Совершенно не волнуют Для обычного пользователя Соответственно Это приведет к потере комфорта Незначительной Потому что вибрации будут Не настолько сильными Но они будут присутствовать В большей мере Нежели в моторе Который собран правильно С баланс валами А помимо прочего Эти вибрации Будут разбивать подушки Вот Ну и в общем-то Будет быстрее выходить из строя Все то На что эта вибрация будет действовать То есть Ну ничего нового я не скажу Но как обычно Вообще очень сложно сказать Что-то новое Это такой абсурд Когда Люди говорят Что вот Ты не рассказал Ничего нового Мы все это и так Без тебя знаем Ну не смотрите тогда Если вы все знаете Вы наверное Господь Бог Потому что только Господь Бог По-моему знает все Остальные как-то вот Стесняются И всего не знают Итак Продолжаем Рассказывать Очевидные вещи Значит здесь у нас Стоит цепь масляного насоса Вот И на некоторых модификациях У него стоит башмачок Помимо натяжителя На некоторых его нет Соответственно Вот здесь модификация С башмачком В общем все Мы это сейчас быстро снимаем Оказывается у нас Голый блок И В цех Все в цех Итак друзья Очень популярный вопрос Был Относительно того Почему там вот у нас Вкладыши с замками Без замков Замки на вкладышах Нужны совершенно не для того Чтобы вкладыш не провернуло Замки на вкладышах Нужны с абсолютно иной целью А именно Они служили Для позиционирования вкладыша Относительно Соответственно Середины Вот При определенных технологиях сборки Сейчас технологии изменились Соответственно Замок вкладышу не нужен Вот На этих вкладышах Замков нет И замок Никогда в жизни Не удержит вкладыш От проворачивания Потому что Те силы Которые возникают При Приваривании вкладыша К шейке коленчатого вала Свернут Не только замок Но и свернут Вообще все на свете В частности Когда приваривается Вкладыш Уже основательно Потом приваривается Уже шатун Вкладышу Возникает Такой эффект Как рука дружбы Это когда у вас Шатун Соответственно Пробивает отверстие В блоке цилиндров И выходит наружу Так вот Замки Не держат вкладыши Вот Этот вал Не стучал Вкладыш Соответственно Держится Практически не держится Соответственно Когда у вас Обжимается все При первом запуске Попадает масло Возникает Тот самый эффект На основе которого Работает подшипник Скольжения То есть Возникает Соответственно Подпор Избыточное давление Масла Которое давит На вкладыш И у вас Это все работает Соответственно Никакие присадки Никакого толку Вам в принципе Не несут Если у вас Исправно работает двигатель То есть Попадает давление Вкладыш Работает Пока давление Не пошло Вкладыш Работает На Антифрикционном Слое Который Верхний И Остатках масла Которые остались От последнего Запуска То есть Сделал коленчатый вал Буквально Два оборота Пошло давление Начал работать Подшипник скольжения То есть Сам по себе Вкладыш Непосредственного Контакта С шейкой Коленчатого вала Не имеет Отсюда И собственно Все вопросы Относительно Замков И прочего Все замки Срывает При пропадании Давления Как только пропало Давление Никакой замок Вам не поможет И никакая присадка Вам тоже не поможет Мотор проездит Пока сотрется Тот антифрикционный слой Который сформировала Присадка Тот антифрикционный слой Который был На вкладыше И все опять же Провернется Разница В плюс-минус 15 минут Ваш мотор Не спасет Меняйте масло Вовремя Следите за уровнем Итак, друзья Даже этот кусок Недостойного алюминия Достоин немного магии Абсолютно все моторы Которые разбираются Перед ремонтом Выглядят примерно так Этот темный лак Образуется Либо из-за несовременной Замены масла Либо из-за того Что масло было Не слишком качественным В общем, не суть важна Все эти прекрасные люди Которые кричат о том Что у них мотор Внутри белый Ну, как минимум Немного заблуждаются Потому что в основном Мотор именно так вот выглядит Так Загоняем в мойку И Вперед На станок ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я не помню, где мы там остановились В общем, притащили мы блок, поставили его на станок За хонинговательный процесс, извините, за моё космословие У нас отвечает станок Sunon Потому что хонингование является самой важной операцией Это финишная обработка И максимальной точностью нужно достичь именно на ней Потому что в размерную группу блок растачивается на вертикально-расточных станках О них мы уже говорили Но максимальной точности и, соответственно, до финишного размера Доводятся цилиндры блоков на хонинговальном станке Используется станок Sunon CV616 Вот вам даже у него здесь моделька написана Станок, в общем-то, конечно, не новый Но более современной модификации они не сильно отличаются от этого станка И принципиальным его отличием от отечественных образцов является Подающий механизм, который одновременно вращается И совершает возвратно-поступательные движения Он не зафиксирован И увеличение размера, то есть размерные изменения Достигаются за счет того, что осуществляется давление На хонинговальные бруски изнутри хонинговальной головки Они расположены под углом И есть определенная технология, запатентованная фирмой Sunon Которая дает максимальную точность Станок использует специальную смазывающую-охлаждающую жидкость Которая не дает, соответственно, повышаться температуре Плюс, как следует из названия, смазывает и охлаждает В общем-то, все просто Итак, для того, чтобы блок из состояния вот такого Пришел Давай наведем на него камеру Из вот такого состояния Это свежерасточенный блок Видно, да? Все хорошо видно? Вот, свежерасточенный блок И комплект к нему поршней лежит Ну, здесь что-то нами, но это не суть важно На хонинговании оставлен припуск Вот, берем поршень Соответственно, у него огневой пояс влезает весь Ровно до маслосъемного кольца Как только начинается юбка, которая, как известно, шире Дальше поршень не влезает Вот Дальше в размерную группу он будет выводиться на хонинговальном станке Соответственно, из такого состояния Чтобы блок пришел в состояние готовности То есть он уже расточен в размерную группу Но не доведен Оставлен припуск Все поршни измерены Имеют определенный размер Размерность у них Измеряется в микронах Соответственно, здесь минус 30 От номинального размера Того, который заложен Вот и в минус 35 Поскольку они все разные Даже качественные поршни Если используются бушные поршни, то это особенно актуально Потому что разный износ Соответственно, каждый цилиндр подгоняется Индивидуально под поршень Соответственно, у нас измерены поршни С точностью до микрона Дальше у нас берется микрометр Точнее, нутромер Пардон У него точность очень высокая До, соответственно, микрона Им замеряется блок И, соответственно, каждый цилиндр Контролируется при процессе хонингования Дальше настраивается при помощи Оригинального Саноновского же инструмента Подбираются по толщине выступания бруски Одновременно устанавливаются И щетки Хонинговальные Которые наносят штрих И бруски для плата хонингования Они и те, и другие ставятся на инструмент Однако Каждую проходку используется только один инструмент То есть идут либо щетки Либо идет, соответственно, плата хонингования При помощи бруска Что мы демонстрируем в данном видео Мы демонстрируем Технологию хонингования Которая Необходима Которая требуется заводам-изготовителям Которая оправдана С точки зрения физики У нас получается Правильная хонриска Заглаженная бруском Дабы снизить Уменьшить, точнее, процесс Приработки двигателя Конкретно Приработки поршневых колец К стенкам цилиндра Взаимная приработка происходит Вне зависимости от того Делалось ли плата хонингования или нет И достигается уже После прохождения Определенного количества километров Но Если производится процесс Плата хонингования Соответственно Процесс приработки И ресурс двигателя Соответственно растет А процесс приработки Становится очень краткосрочным И в соседнем цилиндре Мы демонстрируем Альтернативную технологию Которую пропагандируют Наши сельхозумельцы Технологии Это В народе Имеет название Зеркало Вот По большому счету Создание зеркальной поверхности В цилиндре является Некого рода Мошенничеством Потому что Люди темные В массе своей Верят Когда им что-то рассказывают Люди Которые Каким-то образом Относятся к профессионалам По факту Двигатель Которым Цилиндр Обработан Неправильно Проездит меньше Нежели Если двигатель Обработан правильно Но есть один нюанс Как всегда Нюанс Это состоит в том Что Когда люди делают Ремонт двигателя Где-то на периферии Им делают Обработку цилиндра Непонятным инструментом На непонятном оборудовании Не производят Не производят полностью Весь техпроцесс Плата хонингования Не делается То есть Производится Обработка Поверхности И Хонриска Имеет Острую кромку В таком случае Обработка Шкуркой Как в некоторых случаях Или чем-то еще Ну Отчасти Оправдана Однако Доводить поверхность До Зеркального блеска Нет смысла Потому что В таком случае Ее маслоемкость Сильно снижается Вот Хонингование Не только И не столько Является Визуализацией Возникновения Хонриски Сколько еще и Восвобождает Зерна графита Которыми Полон Тот материал Из которого Сделана гильза Вот Зерна графита Выходят на поверхность И снижают Трение Правильный инструмент Делает это Корректно То есть Задача Не просто Создать Сетку Как у напильника А сделать Все правильно Соответственно Если делается Правильно Мотор ходит Долго и хорошо А если делается Неправильно То Нет никакой По сути Разницы Сделан ли там Неправильный Хон Или цилиндр Просто в размер Расточен И отшлифован В зеркало То есть То есть Вот такая Неоднозначность Опять Появляется Получается Что Если делать Хорошо То надо Делать правильно А если Делать плохо То тут Кому как Повезет Ресурс Кому как Опять же Повезет Кто как Ездит Кто-то там Вот ездит Мало и плохо И у кого-то Машина будет Чуть-чуть Дольше ездить Даже На абсолютно Выполированных В зеркало Цилиндрах А у кого-то Она развалится Сразу На Отхонингованных Но это Как бы Не дает Повода Пропагандировать Неправильный Способ Обработки Нужно делать Правильно Нужно делать Хорошо И тогда Все будет Отлично Работать Итак Установили Блок На станок Сейчас Подгоняем Выход Инструмента Выставляем Бруски И начинаем Хонинговать Сначала Почеловечачий Данный блок У нас Образцово-показательный И после Данных Манипуляций Пойдет В мусор Поэтому Мы его Не растачивали И не хонинговали В размер Мы его Хонингуем С целью Показать Формирование Поверхности При хонинговании Используется Специальное Хонинговальное Масло Не керосин Не бензин Специальная Жидкость Так Распираем Распираем Бруски Делаем Преднатяг Делаем Первую проходку На малой Скорости Начинаем Обработку Поверхности Как вы помните Блок У нас был Выработан В ноль Никакого Хона Не осталось Даже В помине Делаем Первую Проходку Щетками Всего За несколько Проходов Появляется Хон Риска Делаем Несколько Проходов Достигаем Необходимого Размерности Вот Для сравнения Соседний Цилиндр Обработан Не был Вот Для сравнения Соседний Цилиндр Не обрабатывался Вот Соответственно Это все Доводится До Размерной Группы И Производится Процесс Платы Хонингования То есть Снимается Острая Кромка Острая Вершина Хонинговального Штриха То есть На профилограмме Получается У нас Не Острый Угол А Получается Такая Такая Как это Параллелепипед Правильно Вот он Нет Не параллелепипед Трапеция Трапеция Да Вот получается Трапеция Так Теперь сделали Платы Хонингования Да Делается Всего Несколько Проходок Получается Вот такой Профиль Поверхности Ничего Используется Платы Хонингования Для того Чтобы машина Могла работать Без обкарки Конечно Как нам правильно Подсказывает Стасик Который не захотел Участвовать Своим лицом В ютубе Плата Хонингования Требуется Для того Чтобы снизить Процесс Обкатки Как таковой Итак Значит Мы сделали Все как надо А теперь Мы будем Делать Как не надо Мы сделаем По дяде Сережински Мы сделаем Соседний цилиндр В зеркало Технологию Дяде Сережинскую Мы немного Изменим Вот И вместо Того Чтобы проходить Щетками Мы сначала Все пройдем Сразу же Брусками Для Плата Хонингования И сделаем Чтоб блестело Хона Делать не будем Сделаем Просто Чтобы было Красиво Процесс Пошел Уже Красиво Или еще Не очень По моему Еще не очень Красиво Смысла Не будет Может еще Немножко Сделал Чтобы еще Блестело Лучше Эти бруски Не сглаживаю Думаешь По моему Уже Отлично Блестит Получилось Шикарное Зеркало Ну вот Я точно Отражаюсь Не знаю Как на камере Это видно Но блестит Прям как надо Может еще Пройдем Смысл Работать С другой Повернуться Не будет Но это Не важно Что она не будет Работать Людям Очень хочется Давай снимем На контрасте Можешь еще Пройти Пару Проходок Чтобы было Прям вот Чтобы прям Блестело Прям вот Как и не знаю А если По хону Пройтись Будет еще лучше Блестеть Как думаешь Нет Не будет Будет так Лучше блестеть Ну там вершин Нет Ну вот Сейчас прям Вообще Блестит Судя по всему Да Дальше Только пастой Доводить Масло На такой Поверхности Конечно Держится Но оно Снимается Кольцами Полностью Работать Такая поверхность Будет Неправильно Не будет Соответственно Ресурс У двигателя Упадет Все Свободен Спасибо Свободен Спасибо Стаска Спасибо Большое Стаске За то Что он Нам помог Спасибо За сегодняшний Выпуск Мы говорим Инструментом Airline Спасибо Инструменту Airline За наше Счастливое Детство В описании Есть ссылка Мы Продались За коробку Инструмента Можете Нас Унизить В комментариях Мы будем Рады Вот У нас Стало Так много Хейтеров Это просто Прекрасно Мы Очень рады Что Людям Не все Равно И они Смотрят И комментируют Даже Если они Технически Абсолютно Безграмотны А даже Если и грамотны То все равно Нас ненавидят Это тоже Прекрасно Подписывайтесь Друзья Мы будем делать Сейчас больше Видео Будем очень стараться Спасибо Большое Всего доброго Удачи Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры